Всем привет! Давайте в этом видео рассмотрим, как можно сделать анимацию, чтобы было движение модели полностью, бровей, лица, мимики. Будем использовать вот эту настройку Layers. Как она работает? Нажимаем на слой, появляется у нас вот он слой, мы его можем переименовать, вот клавиша Name, нажимаем и пишем, допустим, слой 1 или название пишите и жмем Enter. Что теперь с помощью него мы можем сделать? Давайте замаскируем вот так вот нашу модель. Поменяем материал. Вот так вот давайте замаскируем. Что-нибудь придумаем с этим делом. Вот так вот и чуть-чуть это все подчистим. Вот нижнюю губу и вот так вот челюсть освободим. Вот так вот. И низ еще замаскируем, чтобы не тронуть. Вот так. Так, теперь переключаемся на Move. И делаем вот такую операцию. Уменьшаем теперь траффити. И еще замаскируем. И еще замаскируем. уменьшаем теперь draft size и снимаем маскирование вот здесь у нас в этом слое мы записали отключаем запись вот rect и вот теперь вы видите что можем регулировать полностью нашу работу вот так все это происходит давайте создадим еще один слой нажмем опять же вот на эту кнопку и теперь поработаем с бровями можно опять же замаскировать и давайте теперь опять с помощью MOV вот это все отрегулируем так можно приподнять здесь вот так же можно приподнять так немножко затронулся глаз ну вот так вот и опять снимаем выделение создадим еще третий слой переключимся на первый вот так все работает у нас прикольно так и вот теперь с третьим слоем создадим давайте включим запись rect без записи он не будет запоминать все это дело и давайте теперь с помощью MOV опять же чуть-чуть прибавим ему улыбки нос приподнимем вот так движение создадим волос ушей вот мы создали отключаем запись и вот так все это изменилось так все это мы сделали здесь есть также клавиша инвертировать и есть клавиша объединить слои вот здесь все мы их можем объединить в один ну давайте по одному вот этому разберемся как делать также баг сбрасывает все вот эти наши слои а импорт можно импортировать эти слои и использовать в мае еще там может где какие программы принимают и давайте теперь посмотрим включим мов и попробуем записать все это дело таймлайн включим включим шоу вот появилась шкала вверху так давайте установим теперь все слои на начало вот так вот вот у нас изначальная модель и давайте теперь нажмем вот так вот на заднем фоне чтобы появилась камера отрегулируем нашу модель как нам надо и теперь зададим вот первая точка и зададим вторую вот так вот теперь нажмем на слой на верхний и поставим ее на начало теперь отведем наш ползунок до конца и с помощью вот этой шкалы нижней назначим еще одну точку так вот теперь переключимся на второй слой зададим ей начальную так и теперь передвинем его до конца и назначим еще точку и так же повторим с третьим слоем назначим точку отведем до конца и назначим еще одну точку все вот что у нас есть давайте теперь посмотрим как все это работает можно это все записать включить mov doc на запись и все это запишется вот так все это движется у нас давайте еще назначим первый слой вот так вот отсюда и назначим опять же нажмем точку и назначим вот сюда так попробуем как все это работает вот у нас появилась мимика теперь можем ее сохранить нажмем паузу просмотреть play вот так вот и сохранить несколько кадров можно даже побольше все это сделать добавить больше слоев больше движения лица можно плечи добавить и вот все это записывается получается анимация сохранять экспорт нажмем и сохраняем в формате mpg и все смотрите вставляйте в видео ваша работа будет анимирована вот такая прикольная фишка есть запомните layers можете потом все это отключить show и и вот у вас будет уже модель совсем другая можете сохранить переделанную закрытым ртом допустим назначить слои какие-то и все до свидания до сих Продолжение следует...